у многих даже у профессиональных маркетологов вот ну не складывается ну вот например смотри получается там получать заявки но нет продаж дальше есть продажи не хватает заявок дальше стоимость заявки увеличивается дальше нет никаких хороших отзывов а это же все огромный такой комплексный подход к маркетингу почему так происходит потому что маркетологи забывают о том что маркетинг да в контексте работы с клиентами состоит из четырех составляющих первое это привлечение клиентов не путать с набором подписчиков именно клиентов привлечения следующие продажи этим занимается маркетолог вот сейчас начнут гореть маркетолог не занимается но первичную продажу до первый этап продаж делает именно маркетинг следующее удержание клиента после того как он купил его нужно удержать в своем поле для того чтобы он остался с тобой чтобы он продолжал покупать у тебя либо если он не купил ну вот ты привлек таких людей которые не покупают сразу добывать же такое что он не сразу нагрелся соответственно его тоже нужно удерживать в поле для того чтобы его дожимать прогревать то что деньги то уже потрачены и четвертая составляющая это возвращение потому что люди отваливаются люди уходят забывают им становится и не знаю не интересно неудобно здесь и так далее то есть этих людей нужно обратно вернуть почему нужно людей возвращать я напоминаю деньги на него потрачены на привлечение этого клиента соответственно нам нужно этому клиенту продать потому что таким образом у нас снижается стоимость продажи привлекли заплатили денег что-то там поделали потратили на него силы он отвалился ничего у нас не оставил то есть нам нужно привлечь еще одного то есть уже x2 мы заплатили для того чтобы сделать одну продажу если мы его возвращаем у нас вот это одна цена зачитывается на одну покупку. Поняла? Точно так же. Если мы привлекли клиента, ему что-то там продали и отпустили, то есть мы его не удерживаем, не возвращаем, никаким образом мы не заботимся, какая ситуация происходит. Для того, чтобы сделать еще одну продажу, нам нужно еще одного привлечь. А очень часто для того, чтобы сделать одну продажу, нам нужно не одного привлечь, а 101. У нас увеличивается бюджет на привлечение клиентов. Задача маркетолога в том числе и снижать бюджеты, то есть работать постоянно на снижение. Что мы должны делать? Тех, кого мы один раз привлекли, мы должны им продавать желательно постоянно, желательно что-то регулярно или хотя бы хоть с какой-то регулярностью. Соответственно, мы должны думать о том, как этого человека удерживать для того, чтобы ему продавать все больше и больше и больше наших товаров. Естественно, очень важное условие, товар должен быть нужный. Если ты продаешь свадебное платье, и ты их продаешь в розницу, не будет у тебя человек в год покупать три свадебных платья. Ну, вот вряд ли это будет массовое явление какое-то, да? Маркетолог работает еще и над формированием продуктовой линейки, чтобы к тебе было зачем вернуться. Если у тебя товар, например, особого спроса, в ритуалке ты работаешь. Не по счастливому событию люди приходят в такую услугу, но этим людям что-то еще нужно. Клиент к тебе однажды пришел, ведь он в чем-то нуждается. Ну, понятно, что мы можем себе фантазировать, что он там и в развлечениях нуждается, да, там и в психологической какой-то там помощи. Это не контекст нашего продукта. В контексте нашего продукта, в чем человек регулярно нуждается, да, и таким образом формируется продуктовая линейка. Что там? Обслуживание, да, вот уход за местом, да, за хранение. Что там еще? Украшения, да, если это нужно. Что туда? Цветы, свечи, лампады несут. И что-то еще, да, через год, что людям нужно? Там нужно все правильно оформить. Не нужно говорить, что нет-нет-нет, этих людей не нужно трогать. Эти люди в этом контексте живут, и им нужно эту задачу тоже решать. Раз ты, блин, работаешь в таком бизнесе, да, ты должен понимать, что твоя обязанность помочь этому клиенту. А не говорить, нет-нет-нет, мы не такие. Так нахер ты в этот бизнес идешь? Понимаешь, вот очень часто, особенно это касается СММщиков. СММщики этим страдают. Они говорят, ну вот подписчик приходит, и вроде как бы они целевые, им нравится, продаж нет. И я потом спрашиваю, а покажи мне, да, как ты продаешь? Они такие говорят, ну как мы продаем 20% продающего все остальное развлекательно. А как ты хочешь делать продажи? Ну, то есть, если ты 80% внимания клиентов занимаешься, к тебе люди пришли, ты продаешь юбки. Зачем ты их развлекаешь? Продавай людям юбки. Налетай, торопись, покупай. Юбки. Или люди говорят, что ну мы тут ставим фотки, постим, да, но ни описание продукта, ни цены, ни как заказать, ни что с доставкой, ничего от этого нет. Но зато мы пишем в стори-тейлинг, да, как создавалась эта юбка. Прекрасная история, только люди, если им не поставить ценник, они могут не понять, что здесь продается. Ну, то есть, они сквозь вот эти твои дебри, 14-е стране текста, они не будут прорываться. Поэтому для того, чтобы люди покупали, нужно продавать. Для того, чтобы люди приходили, нужно настраивать маркетинг на привлечение. Для того, чтобы люди оставались в твоем поле, нужно понимать, что у меня есть сегмент людей, которые не купили, то есть пришли, но не купили, и мне с ними нужно работать по-особенному. И есть сегмент людей, которые купили, и я хочу, чтобы они еще покупали и желательно приводили своих друзей, родственников и так далее. А есть еще у меня люди, которые купили и отвалились, и мне их нужно вернуть, то есть узнать, почему отвалились. Возможно, они переехали, возможно, я не знаю, они больше не хотят носить юбки, да, они поменяли пол, как бы, какие юбки. Да, нам нужно исключить тогда этого человека, а возможно, человек забыл, или возможно, человек такой говорит, а я принципиально больше не хожу в инстаграм, да, вот вас нет в одноклассниках, да, и поэтому мне у вас негде купить. Ты принимаешь решение, будь тебе в одноклассниках, либо, ну, пожертвовать этим клиентам. Вот, а есть еще люди, которые пришли, пробовали, хвалили, замуж не взяли, да, ничего не купили и тоже отвалились. И тебе тоже нужно понять, что это за люди, куда они делись, почему они отвалились, и выработать стратегию возвращения этих клиентов обратно на первый этап, для того, чтобы им продать, или, возможно, ты поймешь, что это были нецелевые. Ну, то есть мы допустили какой-то ашек, они с нами там побыли, отвалились и ушли. Но для этого маркетолог должен поработать маркетологом, и, о ужас, даже связаться с клиентами, для того, чтобы поговорить, чтобы понять, что там такое было. Когда маркетолог говорит, маркетолог клиентам не звонит, это не профессиональный маркетолог. Профессиональный маркетолог и звонит, и пишет, и, если надо, идет в гости. То есть этот клиент очень-очень интересен, потому что маркетинговые исследования – это важнейший блок информации, на основе которого строятся все гипотезы Если у тебя нет информации, ты строишь гипотезы, мне кажется, это вот так, ну, то как бы это вкусовщина Маркетолог работает на основе собранных данных Он собирает таблички, он выявляет закономерности, он говорит, следуя вот этим закономерностям, нам нужно действовать вот так Все остальное – это просто рассуждение на кухне Если ты понимаешь, что ты это все как бы осознаешь, но ты не понимаешь, а что делать, да, с чего начинать учиться Изучать маркетинг, изучать маркетинг там, где знают маркетинг, а не говорят, что знают маркетинг Под этим видео я оставлю ссылочку на две программы – маркетинг в социальных сетях и комплексный маркетинг Нажимай кнопочку «Еще», там тебе развернется много-много разного всего Там изучается не только привлечение, удержание, возвращение и продажи, а все виды маркетинговых активностей И плюс еще – маркетолог на той программе понимает, каким образом он может влиять на продажи, а следовательно на увеличение собственной зарплаты Ты как маркетолог, ты профессионал, ты должен уметь анализировать, находить причины отвала клиентов, находить причины Почему у нас нет выручки, почему у нас нет прибыли и знать, как устранить Научись работать самостоятельно, научись быть полноценной единицей И тогда за тобой будут охотиться, тогда тебе будут предлагать бесконечные какие-то деньги Поэтому подписывайтесь на этот канал, потому что на этом канале мы рассказываем про инструменты для маркетологов и СММщиков Про возможности влияния на продажи, про возможности роста, развития, масштабирования И, естественно, про увеличение собственного дохода Я записала 8 видео за один раз! А с вами была Юлия Трус, до встречи в новых видео, пока-пока!